А сейчас пришло время припросить на сцену одну удивительную женщину. Они говорят, она может все. Ее любят, уважают и всегда ушли. Без нее трудно устроить настоящий праздник. Скорее всего, женщина именно такого типа Иннокентий Анинский имела в виду, когда писала. Не потому что из них темно, а потому что с ним не надо света. За теплоту и огромную душу, за высочайший уровень профессионализма и культуры творческого общения, от имени всех участников и от себя лично, я урожаю благодарность генеральному продюсеру нашего концерта, заслуженной артистке России и Татарстана Светлане Григорьевне Мержановой. Прошу. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, добрый вечер, уважаемые слушатели и наши высокие гости. Вы знаете, сколько проходит концертов в Москве, но мне кажется, что сегодняшний вечер, это вечер особенный. Потому что, несмотря на то, что здесь собрались люди самых разных национальностей, не может быть, чтобы мы не вспомнили о своих кармах. И сегодня мне предоставлено честь не просто от имени Григорьевна вручить самым разным музыкальным учреждениям Москвы эти ноты, в которых есть индийские записи концерта, которые мы сейчас слышали, предыдущие концерты, которые были очень высокого равна, как же гости. Но у меня есть такая возможность поклониться с замечательным московским армяном, музыкантом, который знает песни. И сегодня, дорогие друзья, я хочу сказать о том, что уже мы не включили ноты. Ларизей Дакимовна, Московской государственной консерватории. В московской государственной консерватории есть два замечательных ребенка. Это Центральная музыкальная школа и Академический колледж. И давайте начнем с колледжа. Мне очень хочется, я знаю, что вы сегодня пришли как в свою судьбу. Очень многие добрые виды, если с удовольствием встретить друг друга, но давайте эта семья обрастет еще много времени, когда сегодня узнаете тех, кем мы можем гордиться, кем гордиться, которые Ельман, мы, Россия. И вот в этом зале сидят представители от предыдущего колледжа Примосковской консерватории. Это удивительная семья. Я думаю, что такой семьи все-таки в Москве есть. Я встретилась с ними, когда представляла их на фестивале «Черешный лес». Это фортепианное трио «Ахназарян». И я приветствую двух профессоров. Это Бене Араевна и Сурен Найрагенри. Мы приветствуем. Ни в том, как они не хотят, как мы в Москве. Мы не хотим. Мы хотим. Бене Араевна, Балалалова, 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 Балалалова. Мы не хотим. Мы хотим. Мы хотим. Мама, трех музыкантов, замечательных, феалистов Германии, главный дирижер оперного театра, и нужно ли в этом зале представлять Нарга Мазаряна. Мы были в восхищении, когда слушали его на международном конкурсе Ильи Чайковского. Я хочу напомнить вам о том, что это был единственный среди первых премий представитель Московской государственной инфратории. И он настолько не был вдохновением таланта, напомнил молодого Ростраковича. Я знаю, что затем президент Армении, в России, его поздравляли первая премия и золотая медаль международного конкурса и приз жительских симпатий. Мы приветствуем Ленина Агарина и Северия Агарина в нашем направлении. Спасибо вам большое. Спасибо. Мы очень excited, что это единственный реван, за него это великолепный реван, этот реван, который очень интересно связан с квартетом Кунитаса, так же, как и Ленина Кагарина, который вспоминает о том, какой замечательный реван он приховает его историю. И, конечно же, мы приветствуем сегодня Центральную музыкальную школу Примосковской консерватории. Ровно 80 лет тому назад было произвольно детское движение Примосковской консерватории. Ныне это всемирная известная Центральная музыкальная школа. И мы приветствуем завучи этой школы. Сегодня у нас в гостях Наталья Ашадовна Абоносян. Аплодисменты. Наталья Абоносян заслуживает таких аплодисментов сегодня день рождения Елены Кавиановны Гнесиной. Аплодисменты. Аплодисменты. Семьи революция, как мы с вами хотим создать мощное движение в России, мощное движение в столице, такое многоярусное учреждение, которое знают во всем мире. И я очень благодарна Владимиру Мануевичу, потому что сейчас в Российской академии музыки идет концерт. Это концерт ученицы Нейгауза, Мельштейна и Умного, знаменитой нашей пятисты Марии Горбаряна. И Владимир Мануевич Троф, заведующим академальным отделением Российской академии музыки, открыл этот вечер и все это пришло к нам. И мы приветствуем сегодня заслуженных деятелей ЦУР российской федерации. Российская. Человека, который уже такой же республикнул смотрите по-разному, вы кстати, он динамичный, где делал республику, телевидение, паразию. Он ликвид-президент рахманистского общества России. Он столь подарит нам сведения о пианистах XX века и о рахманировании. Владимир Мануевич Троф. АПЛОДИСМЕНТЫ В первую очередь, в школе российской академии музыки и со школой, которую я закончила, в детстве связанное имя Арама Ильича Бачидыряна. И сейчас я представляю вам замечательную делегацию, в которой представляет школу, в которой я тогда исполнил 45 лет. Это детская музыкальная школа имени Арама Бачидыряна. Очень сильный фортепианный отдел. И мы приветствуем заведующую фортепианным отделом Неви Александровну Низайану. АПЛОДИСМЕНТЫ И мы приветствуем его Горгаяна. АПЛОДИСМЕНТЫ И мы приветствуем его Горгаяна. Никита Александрович Панедова. И Валерий Петалевна, Ильича Бачидыряна, Ильича Бачидыряна. И мы всем приветствуем его школой имени Арама Бачидыряна. Спасибо большое. Ну, наверное, нужно всех педагогов поздравить юбилей школы. АПЛОДИСМЕНТЫ И я хочу вам сказать о том, что в течение почти десяти лет заводчик Матришков, заведения директора, была Марина Давидовна Сафарян. Сегодня она нам с вами. И она директор детской мероприятий школы. И наша замечательная профессия Николая Арнольдовича Петрова. Приветствуем Марина Давидовна Сафарян и Наталья Ильича Бачидыряна. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я хочу сказать, что мне показалось самое нежное и желание, у меня сейчас идет государственный экзамен, конечно, она была бы рядом с вами, мы бы сказали ей теплые слова, должна была быть Ирина Минасова-Центуриан, профессор в прошлой ливанской конспорации. Вот позвонил, к сожалению, она больна, но ее супруг замечательный музыкант, ученик Федорович Озик, профессор Московского государственного центра, очень сильно я его знаю. И вы знаете, Анатолий Павлович Багдальнан, это не тот же ветвь от замечательной семьи, его отец, не только благодаря себя артистам, но он и создал скрипичную школу в Ереване. Мы приветствуем праздник, когда Московский государственный литература, человека, которого знает мир, которого так и не будет здесь. Ара Багдальнан, пожалуйста, он представляет нашу жизнь, он работает в центральной школе, и он будет шлими, и на это, что было, эти новые будут верить ему, в ленте, кожа в шесть благодатах, и самую простую, облаженную. Анатолий Павлович Багдальнан. И, праздник заканчиваем, что было время нам вспомнить о том, что сегодня мы принесем композитора Гелия Багдара, и, конечно же, мы были в кабинете у председателя Совета композиторов России, он улетел в другой город, и многие из композиторов сегодня присутствуют здесь. Анатолий Павлович Багдальнан. Анатолий Павлович Багдальнан. Ну, как и у одного композитора, данный факт является огромной точкой для будущего завоевания. Я пожелаю композитору Гелия Багдальнану представлено на пути, и так, чтобы было развитие новых творческих успехов, познание всего огромного мира музыки и новых каких-то встреч, которые мы имеем сегодня, и чтобы радость от его общения с публикой с каждым мигом возрастала, возрастала и возрастала. Потому что в таком возрасте нет больше всего счастья, чем всем из публики считать себя нужным, необходимым и востребованным к обществу. Я пожелаю пять из них на улице. Спасибо. 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 Дорогие друзья, я хочу спросить, что я не назвал, как из Азиана в этом сайте. Я просто мы всех выжили, мы всех увидел в самом начале, а ведь могли, она может. Есть? Гарик? Гарик? Гарик, дорогой, приветствуйте, пожалуйста. Стратегий Кривианин, такой пеский чилин, молодой игран, который имеет золотой премии, душной корей. Грица, скажи, не скажи, пожалуйста, приветствую. Знаете, что я вам, который я садю? Мне очень хочется поздравить. Ему в этом году исполнилось 30 лет. Гарик, благодаря. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Я надеюсь, что я помогла, конечно, кому-то видеть в этом зале. Это очень жаль. Но если бы мы собрали всех представителей армянских глаз в этом зале, я думаю, что вы бы все здесь много сиделись. Спасибо вам огромное за то, что такие талантливые люди, за то, что такие талантливые музыканты. И пусть наши встречи будут не последние. И я просто хочу сейчас передать микрофон Армену Арманутору. И помню, вот и гореть Армена Евгения за то, сколько сил он употребляет на то, что сегодняшний вечер состоялся. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Конечно, если бы не эта удивительная женщина, мы бы с вами сегодня точно не встретились. Потому что, когда она улыбается, перенеи открываются все двери. Абсолютно все двери, все пропусти, все романтики. Спасибо вам огромное, друзья. И вам огромное от всех нас за то, что мы сегодня получаем такое замечательное удовольствие. Мы получили колоссальное удовольствие от творческого вечера нашего друга Велика Вайнера. Я, честно говоря, Велика знаю уже лет сорок, наверное. Но в такой полной мере с его творческим я не был знаком. И получил колоссальное удовольствие. Желаю ему дальнейших творческих больших успехов. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодняшний вечер, сегодняшний концерт – это просто событие, я считаю. Это великое событие, чтобы всех армян собрали. Не только всех армян, всех евреев, всех москвичей собрали. И мы счастливы, что такая традиция продолжена всегда. И мы всегда вас ждем в нашей теплой Москве. Несмотря на эти большие кромки, в Москве сюда пробираться очень трудно. Но когда вы услышали такую музыку и такое выступление всех как раз тут людей, все забывается, все трудности. Только хочется жить и жить, жить. Большое шнавое кольцо. Спасибо. 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 Спасибо.